здравствуйте лейла очень рада вас видеть в пресс-центре гтр как рачева черкесия скажите нам вот как вы решили стать психологом вот что повлияло на выбор вашей профессии здравствуйте на самом деле мое первое образование когда училась московской университете я поступала на философский факультет и училась политологии достаточно долго исследовал политические процессы на северном кавказе в том числе и впоследствии какое-то время я работала в этой сфере то есть в таком государственном консалтинге связанным именно с первым моим образованием но впоследствии я стала задаваться вопросом что как будто бы в моей работе очень большую часть занимает именно общение с людьми и наверное эта часть доставляла мне больше всего удовольствия и была наиболее интересной и так я стала интересоваться в целом я достаточно много уделила внимание времени своей жизни учебе и я решила попробовать одновременно работая просто пойти попробовать учиться изучается для себя психологию и оказалось что это в какой-то степени стало настолько значимо в моей жизни что постепенно процентная составляющая психологии стало становился больше и больше и я понимала что мне нужно как-то менять приоритеты и в какой-то момент времени я уже принял решение что точно да я буду продолжать обучение обучение там где училась это венский курс ну то есть это российско-австрийская программа и подразумевал сначала базовое обучение для того чтобы войти и после непосредственно идет продолжение это клиническая часть где мы непосредственно учимся большей степени заниматься каким-то более серьезными личностными расстройствами нарушениями и ну скажем так более продвинутый уровень вот при этом весь процесс обучения он сопровождался большим количеством собственного опыта самопознания как это называлось и называется это чем-то похоже на личную терапию это обязательно условия для всех специалистов для того чтобы пройти квалификацию и мочь работать непосредственно с живыми клиентами пациентами расскажите о подходе и методе в котором вы работаете я работаю в интегративном подходе в какой-то степени это означает совокупность нескольких подходов то есть если первым образование психологическое это экзистенциальный анализ и логотерапия и он ориентирован больше на уровень личности то есть если приходит клиент то мы работаем с его состоянием здесь и сейчас но кроме того я изучала и другие подходы это транзактный анализ где мы говорим об эго состояниях которые есть в каждом из нас это состояние внутреннего родителя ребенка взрослого и системный подход сейчас в большей степени я опираюсь на системный подход где любой запрос которым приходит клиент пациент он рассматривается с точки зрения системы членом которой он является будь то ребенок или взрослый то есть в какой-то степени ребенок может отражать те или иные родительские процессы и поэтому такой системный комплексный взгляд позволяет на более глубинном уровне найти решение того или иного запроса с которым обращаются ко мне было с чем чаще к вам обращаются пациента в большей степени это тревожные состояния невротические состояния фобии панические атаки нарушения сна я бы сказала что это также состояние птср то есть после каких-то тех или иных травматических событий после утраты перинатальные потери сложности во взаимоотношениях с партнерами с родителями с детьми то есть в принципе достаточно широкий спектр запросов на сегодняшний день не один год проработали в москве сейчас продолжается онлайн приемы вести и в нальчике в черкесске и в москве вот если сравнить менталитет то он у нас чуть другой вот какие-то трудности сложности люди то разные вот какие возникают сложности на самом деле ввиду того что я родом из северного кавказа и и в какой-то степени в даже будучи в москве большинство моих пациентов или клиентов так или иначе связано с кавказом но правда в том что действительно есть отличие а в первую очередь они заключаются в том что здесь в целом на кавказе отношение к психологии она она только-только да то есть как бы развивается в таком достаточно положительном ключе если в москве это нормальная практика как мы ходим к терапевту врачу и можно обратиться к психологу здесь бывает решиться сложнее да то есть как будто бы вот первая встреча очень многие мне говорят о том пациенте что мы долго думали насколько это конфиденциально насколько это безопасно потому что и нальчик и черкесск это маленькие города где практически все друг друга знают и в этой связи достаточно сложно на кавказе собирать групповые процессы почти я также веду группы и на группы решается с большим трудом потому что ну как бы в какой-то степени вот этот момент того что мы как-то можем взаимодействовать он влияет на то что доверие пока что только-только вырабатывается к психологии к специалистам помогающим практикам в карачево-черкесии как часто бывает примерно один раз в месяц я приезжаю и веду здесь пациентов правда ли что психологи сами тоже уходят к психологам да это правда какую установку себе должен давать человек чтобы быть счастливым как считать мне кажется в какой-то степени отказаться от ожиданий того что жизни будет именно так как не знаю может быть ожидалось представлялась или тех сценариях которых мы выросли или в какой-то степени привыкли жить что жизнь это не идеальная картинка до жизни это жизни нет никаких гарантии что произойдет через секунду мы не знаем правила психолога лейла вот скажите каких вы правил придерживаетесь и какие рекомендовать заботиться о себе по возможности о своем ментальном эмоциональном состоянии если вы чувствуете что что-то как-то не так что вас где-то не хватает и что ресурс заканчивается то немножко быть бережнее к себе не требовать от себя в такие моменты многого чуть замедлится и если есть такая возможность обратиться к профессиональному специалисту за помощью но из таких каких-то общих рекомендаций я думаю что важно достаточно времени проводить и уделять внимание телу телесному потому что все психические процессы все эмоции возникают непосредственно в теле если есть возможность это свежий воздух прогулки медитации какие-то водные процедуры то что вас восстанавливает это обязательно что-то ваше и то что как бы возвращает вас в какой-то степени в тело лейла спасибо что ответили на наши вопросы но я думаю это наша не последняя встреча спасибо благодарю вас очень ценно спасибо большое буду рада встречи